привет привет пока подключаетесь сделаю несколько объявлений во первых напоминаю что 10 июня уже через 10 дней стартует курс по графике начальная группа места еще есть на индивидуальное прохождение самостоятельно тоже поэтому пишите записывать вся информация о курсе по графике у меня в шапке профиля в описании есть активная ссылка на сайт переходите на сайт и там подробнейшая информация о курсе все необходимое что вам нужно знать вы можете там прочесть либо пишите мне в директ это самая самая основная самая главная новость и также вы можете посмотреть у меня в сохраненных stories у меня в профиле там есть stories то также называется графика там есть процесс записи уроков то сейчас проходят как раз уроки я их записан где записываю уроки для курса и там вы можете посмотреть приблизительно что я буду рисовать ну где-то подробно просто девочки которые ко мне уже записались на курс большинство не хотят заранее видеть результат то есть они не хотят уже сейчас видеть что будем рисовать конкретно да по итогу они хотят увидеть это уже в процессе обучения поэтому учитывая их пожелания я не все показываю но у себя в ленте в инстаграме я буду делать публикации с названием уроком то есть там типа 2 урок 3 урок с обложкой и в галерее вы сможете увидеть результат те кто хочет его увидеть заранее поэтому скрывать полностью я не буду но я вот сделаю таким образом чтобы те кто не хотят видеть результат уроков те его не будут смотреть просто не будут листать галерею кто захочет увидеть тот пролистает галерею и увидит увидела вопрос тема эфира мы сегодня будем рисовать с вами цветок пион сейчас я немножко еще дам объявлений и начнем второе объявление классная я в середине июля буду в москве но точно однозначно я там буду с 12 по 15 но 13 14 у меня будет занято и я постараюсь приехать чуть-чуть раньше чтобы увидеться с желающими потому что оказалось что желающих довольно много это очень приятно и я думаю что мы устроим какую-то встречу просто либо где-то в кафешке либо куда-то пойдем прогуляемся полюбуемся может быть на цветы пообщаемся на то есть просто такой обмен энергиями болталка обо всем подряд без каких-то обязательств с моей или с вашей стороны но точные даты будут известны наверное только в конце июня когда они будут известны я обязательно сообщу и третья классная новость очень я думаю она многим понравится я решила больше не закрывать доступ к вот таким прямым эфиром с рисованием на ю тубе поэтому сегодняшнего дня те эфиры которые я буду проводить в прямом эфире с рисованием я буду выкладывать без ограниченного доступа и вы можете рисовать сколько вам угодно когда угодно попробуем так я посмотрю на количество охватов на количество результатов то есть насколько люди будут действительно приходить к рисованию откликаться на это и рисовать по эфирам если будет такая же активность от вас то я оставлю такую традицию я не буду закрывать уроки если вы перестанете рисовать то я закрою напомню что я закрывала доступ к урокам в течение через неделю после опубликования то есть я проводила прямой эфир выгружала его на youtube и в течение недели вы могли рисовать с youtube а по эфиру потом доступ я закрывала почему это дело потому что ну это определенная стимуляция для вас к работе то есть вы понимая что доступ ограничен но и при желании порисовать вы просто садились и рисовали потому что знали что вас всего семь дней через семь дней доступ закроется и не откладывали это в долгий ящик но теперь я доступ закрывать не буду посмотрим как будет все проходить если его вижу что вы перестали рисовать я снова буду закрывать доступ вот так-то ура ура расстроилась что не успела порисовать гранат ну вот нужно было успевать но теперь у вас будет возможность порисовать и так это основные новости референции кидала в stories вы можете туда заглянуть и там посмотреть там также прикреплена ссылка на мою на мой альбом в пинтересте где есть этот референс можете его себе скачать если вдруг ой как здорово если вдруг вы слышите на фоне дикое жужжание не пугайтесь это холодильник но я надеялась что он перестанет жужжать к началу эфира но нет ну ладно в общем показываю референс и будем рисовать вот он красавчик пион раскрытые интересные и мне прям хочется его сегодня порисовать не только обычной кисточкой но и кистью с резервуаром так что будем совмещать техники будем пробовать палитра будет ограничено благодарю тебя спасибо дорогой ура палитра будет у меня ограничено попозже скажу что за цвета я буду использовать вообще хочу просто сделать скетч такой легкий и воздушный без сильной детализации очень свободный по исполнению подчеркнуть вот эту ажурность цветка его красивую кучерявость сделать его такой весь интересненький легкий и отработать технику определенного движения кистью вот буду пробовать сейчас но для начала построю немножко рисунок хотя не буду сильно его выстраивать тоже опять же немножко набросаю это должен быть такой скетч зарисовка цветка бумага у меня фабриана сатин 50 процентов хлопка она очень гладкая думала брать хлопок либо целлюлозу но решила взять микс потому что мне и целлюлозные эффекты нужны для того чтобы кисти с резервуаром хорошо порисовать и хлопковые эффекты в общем начиная первое что я делаю это намечаю сердцевинку а дальше по нарастающей иду вокруг показывая лепестки причем как я буду делать я не буду я не буду вымерять и выстраивать каждое движение каждый силуэт находить как тут лепесток расположен то есть я буду смотреть на общий характер что это значит это значит что у меня есть вот сердцевина это скажем так исходная точка от которой мы можем действовать дальше и от этой сердцевины я начинаю замечать основные моменты которые я хочу обозначить в работе то есть здесь пятнышко здесь пятнышко здесь побольше пятно сразу можно положить здесь ещё больше пятно вот она целиком пошло она будет светлое там вот здесь вот так вот пятнышко пошло здесь пятно пошло то есть именно силуэты просто если мы прищуримся мы увидим какие-то определенные линии которые расположены таким-то образом контуры и вот это я и буду изображать вот здесь раз туда куда-то движение пошло но и при этом постоянно конечно отслеживать себя смотреть насколько по пропорциям более-менее я попадаю то есть что на сердцевина там вот такого размера вот этот круг образующийся он вот такого размера следующие лепестки вот такого размера и все это аккуратненько легко и красиво показывать то есть я не вдаюсь в детализацию а просто слегка намечаю то что будет у меня в работе потом все равно с помощью кисти я буду все эти моменты еще больше прорабатывать уточнять какие-то там тычинки сразу сердцевинку вот это необычно там как-то я даже не знаю как как это назвать что это такое просто шишечки какие-то расположены очень близко друг другу необычно выглядит но мне нравится интересно смотрится поэтому конечно хочется это тоже показать всегда ну как бы классно всегда в запасе иметь навык использования различных техник изображения то есть вы часто мы учимся рисовать да в процессе обучения мы привыкаем к какому-то одному способу изображения но очень здорово со временем развивать все больше больше навык рисования и приходить к новым техникам по-новому смотреть на способы изображения и потом дальнейшем использовать эти навыки для того чтобы рисовать какие-то конкретные вещи конкретным способом то есть в данном случае я могла бы этот пион порисовать более сухо детализированно до прорисовывая каждый лепесток так как я вижу более реалистично а могу сделать это как я делаю сейчас использовать такую скетчевую технику легко легко непринужденно просто основываясь на каких-то пятнах силуэтах не вырисовывая грубые детали то есть больше на ощущение свое на свое восприятие мы кстати это и учим ну этому учимся на акварельном скетчинге на этом курсе который вот в августе будет стартовать который завершается уже уже можно сказать завершился у нас как раз сейчас там мы учимся участниками именно чувствовать пробовать чувствовать цветок его характер его настроение свое настроение от от восприятия когда вы смотрите на изображение какие чувства и эмоции у вас лично это вызывает потому что если для одного человека это может быть там не знаю какая нежность романтика и так далее для другого это могут быть совершенно другие эмоции там страсть не знаю дерзость или еще что-то и совершенно по-разному люди могут соответственно рисовать передавать эти ощущения поэтому очень важно уметь чувствовать сейчас таким образом собирается кучерявый вот мне очень нравится в этом цветке что он прям ну вот кучерявый я не могу другое слово подобрать для меня он кучерявый и мне прямо хочется это показать хочется передать это ощущение мне нравится ну собственно пока что получается потом делаю так это вопрос промелькнул да конечно эфир сохраним если только не случится что-то непредвиденное не зависящее от меня но такое случается очень редко так ну вот практически уже и построила немножко обрезано само изображение которое рисую поэтому буду дофантазировать на свой вкус так сейчас секундочку вот так вот вот там уже непонятно что но не столь важно главное еще пропорции уловить чтобы у нас таки круг остался ну собственно все я думаю что в данном случае можно и останавливаться и сейчас буду буду пробовать голове одно что получится не знаю посмотрим у меня в основном в работе будет марина розовая немножечко кобальта синего немножечко лимонной и розовый кинокридон и наверное сумеречные розовые от ван гога которые с грануляцией сейчас попробую что-то с их помощью создать начинаю со светлых тоже да вот как понять какие светлые моменты решать вообще где там свет где тень когда цветок такой весь из себя с огромным количеством деталей как там разобраться в этом все но на самом деле как чаще всего я говорю нужно прищуриваться и смотреть через прищур свой потому что когда мы прищуриваемся у нас сливаются тона и мы начинаем замечать более лаконично изображение более лаконично видим все детали и можем таким образом заметить общий свет общую тень сейчас я просто пятнами закладываю такой основной тон пока что ничего конечно же не понятно но должно получиться красота красота обязательно сразу прорисовывая сейчас вот этими пятнышками все подсвеченные моменты все светлые потому что тень потом я буду рисовать дополнительно и вот мне нужно сейчас заложить свет потом со светом я работать уже не буду мне очень нравится вот эта бумага она дает классные эффекты когда акварель начинает подсыхать и остаются такие жесткие границы какие-то жесткие разводы всегда классно смотрится это так ну что сразу бахаю дальше беру хинокридон розовый даже на карминовую возьму карминовую и лимонную вот да и начинаю практически то же самое что делала карандашом я начинаю прорисовывать детали а а а Начинаю с сердцевины, потому что она самая значимая. К ней нужно в первую очередь внимание привлечь, а потом уже все остальное. Продолжение следует... Закладываю эти пятна, самое главное помнить о следующем слое лепестков и их брать как главных действующих героев, то есть в первую очередь их прорисовывать. Не вот эти пятна темные, а с помощью темных пятен можно прорисовывать края светлых пятнышек, светлых лепестков. Поехали. 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 всегда надо прорисовывать сердцевину но если у вас есть задача показать ее то нужно прорисовывать если нет задачи не прорисовывайте тут зависит от ваших целей личных но в данном случае посмотрите на цветок и как тут можно не как бы не брать во внимание сердцевину другой вопрос насколько детально ее прорисовывать ну то есть вы можете там может просто пятно положить как-то по-своему решить я просто пятно класть не хочу потому что взгляд туда устремляется волей-неволей хочешь не хочешь поэтому было бы странно не прорисовывать вот как бы в конкретном моем рисунке для меня и вообще знаете за то чтобы когда что-то говорят типа вот нужно вот так рисовать но не знаю рисование это настолько субъективная вещь что мне кажется тут правил строгих не может быть в принципе не знаю что вам слышно слышно ли вам наших соседей сейчас у них там генеральный уборка на сухом листе или по сырому я на сухом листе работала начала работать и сейчас продолжаю не смотрю где сыра где не сыра просто работаю работа но я не лист не смачивала имела ввиду сначала сердцевину да нет вы можете рисовать как вашей душе угодно если вас как бы цепляет какой-то другой момент больше ну то есть если вам нравится какой-то фрагмент в цветке который вы хотите в первую очередь прорисовать и начинайте с него тут опять же да зависит от ваших личных предпочтений я всегда начинаю с того что мне больше всего нравится либо там где мне нужно больше контраста какого-то добавить то есть иду от ну скажем так от композиционного центра хорошая услышимость ну да есть такое дело но это знаете вот за это я люблю прямые эфиры ты можешь ну как бы такой более расслабленный формат и тут можно особо не переживать что если кто-то что-то начинает там делать какие-то действия в квартире и это будет слышно на видео а когда записываешь уроки для курса вот там конечно приходится либо что-то перезаписывать либо если не получается перезаписывать ну там силу того что ты же как бы без дублей снимаешь то есть рисуешь в один присест и стараешься выбирать дни когда все на работе и когда рабочие на улице особо ничего не делает то есть зависишь от обстоятельств так но вот пока что получилось такая непонятная кучерявая кучерявая облачко и сейчас буду еще больше уточнять детали но опять же пойду от центра цвета все те же в работе ничего не поменяла то есть получается вторым этапом я первым этапом я закрыла светлые пятна вторым этапом закрыла все остальное а теперь буду уточнять еще больше сердцевинку и остальные все моменты главное чтобы не осталось белых пятен от сердцевину да я сам не трогала а так стараемся бумага фабриана микс целлюлоза и хлопок это гранулирующая краска не кладу ее слишком близко к сердцевине чтобы там осталось таки некоторое расстояние между ними и была возможность более плавного перехода на телевизор но не заинтересованно мы не можем я эфир сохраню не только в stories я его выложу на youtube и вы сможете его порисовать и позже если вы планируете порисовать ну таким образом потихоньку потихоньку добавляем деталек уточняем это моменты самое главное не потерять ощущение вот этого объема что у нас такой закругленный цветок что он по форме как шарик и соответственно освещен он тоже определенным образом за тебе туда нельзя красиво на это можно смотреть бесконечно спасибо большое ну да я согласна я даже тоже когда смотрю как кто-то рисует сюда очень завораживающе то есть видите что происходит я сохраняю во первых эффект этого кучерявого цветочка и просто за счет наслоения пятнышек стараюсь прорисовать детальки но сделать это очень легко изящно непринужденно для чего нужна была кисть резервуаром данном случае для того чтобы этот эффект размытия и эффект такой небрежности когда нет строгой детализации когда все очень легко прозрачно то есть это достигается но в моем случае я могу это достичь с помощью кисти с резервуаром но тут еще нужно еще как бы понимать такой момент чтобы у вас цветок смотрелся таким объемным не просто вокруг да что у вас есть лепестки типа освещенные и тень но чтобы это смотрелось как углубление в сердцевину чем дальше мы от серединке идем тем светлее у нас тени становится то есть если здесь у нас прям концентрация очень насыщенных ярких оттенков то по краям и уже более светлые кладем пятнышки где-то можно прям усилить дополнительно ну и приступаю к нашей серединке немножко сейчас сделаю свет опять же постараюсь максимально оставаться в похожей гамме но при этом добавить зеленцу чтобы все смотрелось органично почему я выбрала целлюлозу для работы потому что ну как бы микс целлюлозы потому что если бы я работала с хлопком сейчас у меня бы работа очень долго сохла я не могла бы во первых вот этого эффекта сохранить таких резких границ пятен и у меня бы не получилось сделать то что я хотела чуть-чуть подожду когда подсохнет почитаю что вы пишете трудно даются такие лохматые цветы теряюсь в лепестках но вот тут как раз нужно понимать что вам нужно не концентрироваться на детализации а концентрироваться на контрастах то есть именно сочетание светлых пятен темных пятен вы просто улавливаете характер как лепестки устроены ну то есть как вы их видите да вот такими лохматыми и самое главное здесь это передать правильно контрасты света и тени где у вас свет где у вас тень где у вас там тень более насыщенная где нам более светлая и вот таким образом получаются цветочки то есть тут нет задачи прорисовывать лепестки а есть задача именно правильно распределить контрасты света тени так ну что попробуем сердцевинку так ну и так такое так 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 Из зеленого я сейчас использую оливки. Хотя я не очень люблю этот цвет, но у меня другой почти закончился в палитре. И мне очень нравится автологрин. Я вот сейчас им буду немножко затемнять эти моменты. Продолжение следует... Ну вот, собственно, уже подходим к концу. То есть буквально тут за 40 минут такой набросочек скетч получился. На глазах появляется объем. Да, так в этом и прикол. Вот таких набросков, таких зарисовок. Так что мы концентрируемся именно на грамотном распределении пятен, светлых и темных. И за счет этого создаем определенный объем. И все. И уже глаз улавливает изображение как более понятное, реалистичное. И становится очевидным, что это цветок. Какой это цветок. Так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а так как эфир, в принципе, подходит к концу, сейчас я еще чуть-чуть посмотрю, что вы написали. Если есть вопросы, я поотвечаю. Если за это время высохнет, я подправлю при вас. Ну а если нет, тогда уже потом. Я обычно замучиваю все свои цветы. Ну, это нормально. Это все через это проходят. Потом со временем, с опытом научитесь останавливаться вовремя и использовать определенные навыки, техники, способы, чтобы не замучивать. Можете приходить ко мне на акварельный скетчинг. Мы там рисуем цветы, и как раз вот такого плана получаются у нас работы. Так, ну все, вопросов нет. На курсе акварельный скетчинг? Нет, мы пионы рисовать не будем. Следующий поток, третий, он будет стартовать 5 августа. И там будут все те же задания, которые были на втором потоке. То есть в этом году я перезаписывать этот курс уже не буду. Поэтому вы можете посмотреть, ну просто в ленте, какие там будут задания. Но чтобы не искать по ленте, я ближе к набору группы, ближе к июлю, сделаю закрепленные сторис про акварельный скетчинг. Ну и сайт у меня тоже, я сделаю разработку сайта по акварельному скетчингу, где будут все задания указаны именно с результатами, то есть что мы рисовали. И вы сможете посмотреть, но пионов там не будет. Там будут розы, там будут лесная тематика, всякие деревья, плющи, лишайники и так далее. Что мы там еще рисовали? Ягоды, очень классный вообще разворот с ягодами. Там будет голубика, малина и земляника. Я даже не помню, честно говоря, что мы там рисовали с девочками. В графике магнолию рисовали. Не помню, у меня сейчас в голове идет графика, я же графику сейчас записываю, и у меня в голове все задания по графике сосредоточены. Я, честно говоря, не помню, что мы там на скетчинге рисовали. Ну, дождитесь июля, в июле будет все анонсы, будет набор группы и сможете посмотреть внимательно. Я не знаю, есть ли такая бумага в склейке, потому что это скетчбук от Кати Топилиной, который она для меня сделала, с миксом разных бумаг. Я думаю, что однозначно вы сможете у Кати такую заказать. Прям скетчбук взять и заказать у нее. Ну, продается ли в склейках, без понятия. Мастер-классы в инстаграме. А что вы имеете в виду под мастер-классами в инстаграме? Вот сейчас был мастер-класс бесплатный в инстаграме. Вообще, у меня после записи курса по графике я буду записывать несколько уроков самостоятельных по рисованию цветов, акварелью. И совмещение акварели с графикой там будет тоже. То есть это будут просто отдельные мастер-классы, которые можно будет приобрести и также заказать проверку домашних работ. Но это будет только ближе к июлю. У меня там запланированы уже некоторые цветы и, возможно, пион тоже... А, даже невозможно. Да, там будет роза однозначно, там будет пион и будут ирисы. Это вот первые уроки, которые я хочу сделать. А, опять же, да, по поводу мастер-классов, вот таких, ну, как бы разов, да, то есть не курс, а именно мастер-класс. Чем, на мой взгляд, они классны, вообще сама эта идея, тем, что не каждый может себе позволить пойти на курс, там, либо из-за финансов, либо из-за сроков, да, что не подходит, особенно там летние курсы, кто-то уезжает. Ну, так как всё равно это не один день, а несколько недель проходит обучение. И кому-то может быть неудобно идти на курс. А вот эти мастер-классы, они удобны тем, что, во-первых, там будет очень подробное объяснение. То есть, конечно, это не 40 минут будет, это каждый мастер-класс около двух часов идёт. То есть, там подробнейшее объяснение идёт про строение цветка, про построение на бумаге, про композицию. Ну, и дальше будет также подробное объяснение, как это в цвете всё делать, какие цвета замешиваются, про замесы, про техники рисования там с помощью различных кистей и так далее. Вот, и это тоже такой классный момент для тех, кто хочет поучиться, но у кого нет возможности идти на курс по определённым причинам. Вот как раз такие мастер-классы разовые можно приобретать. Это стоит, ну, однозначно, это будет стоить дешевле. Привет, Женечка. И также можно будет проверку домашних работ просить. Тоже скетчила пион. Ну, это вообще грех не поскетчить пиона, мне кажется, сейчас в самый разгар. Хотя они, может быть, уже цвели даже, я не знаю. Я сейчас переехала в другой город, и у меня вообще доступа к цветам нет, только на бумаге, к сожалению. Акварельный курс стоимость пока не установлена. В июле будет известно точно. Длиться он будет месяц. С 5 августа в течение 4 недель уроки будут выходить 2 раза в неделю, по понедельникам и по четвергам. То есть всего будет 4 недели, 8 уроков, плюс проверки домашних работ. На акварельный скетчинг и на мастер-классы стоимости пока нет. Не спрашивайте цену, пока не могу сказать, не установлено. Когда я установлю цену, я обязательно сделаю все анонсы, и информация будет везде размещена. В Москве цветут пионы. Я представляю, я понимаю. В Москве все позже. Это можно вообще, если гоняться за цветами, можно сначала здесь, на юге, в Ростове, в Краснодаре, в Сочи, не знаю, там с апреля, тут тусить по цветам, а потом ехать в Москву и в Москве продолжать наслаждаться цветением. Это очень здорово. К сожалению, когда я приеду, уже они цветут, но все равно классно. Все, я завершаю эфир, потому что иначе потом он может не сохраниться. Еще раз говорю о том, что эфир будет выложен на YouTube, и он там останется в открытом доступе. Можете его пересматривать, рисовать. И рису я по эфиру, выкладываю в Instagram. Не забывайте ставить хэштег Renée Life. Отмечайте меня. Особенно классно, если будете делать это в Stories. Мне будет проще всего к себе в Stories вас продублировать. Все, благодарю вас за участие в этом эфире. Он получился классный, легкий. А, с первым днем лета у вас, кстати. И увидимся позже. Все, пока-пока.